Сегодня я хочу с вами говорить На тему Господь там Наверное, многие из вас вы слышали когда-то Много раз о том, что Бог открывался народу своими именами Вообще-то его имя было один А он потом дал, их называются То есть его имя, и он добавлял что-то всегда Вот в Исаии написано такое, что Я Господь, это мое имя И я не даю или не делю своей славой ни с кем И это 42 глава Давайте я прочту, это очень важно 42 глава Исаии Восьмой стих Я Господь, это мое имя И не дам славы моей иному И хвали моей истуканам Господь говорит Я Господь, это мое имя Конечно же, Бог, вы знаете, когда Он обращался к Израилю Он не говорил на русском языке Не значит, что Он не знал русский язык Он знал Он все языки знает Он их дал Но Он не обращался на русском языке И когда Он назвал свое имя Когда Он назвал, что Я Господь Это имя Яхуэ Так мы переводили на русском языке Как мы могли Евреи, они это имя называли Но потом они боялись Вы понимаете, что вдруг ты можешь произносить это имя Как написано, напрасно Многие евреи настолько боялись Что они решили вместо Яхуэ Другое они придумали название Имя Бога Которое могли бы использовать каждый день Для того, чтобы не попадать на всякий случай На такой страх, что вдруг не так И поэтому они решили еще одно имя Которое тоже в русском языке переводится Господь И чаще всего, когда смотришь в Библии Оно отличается только тем, что когда Если в оригинале, если переводили Библию Учитывая это Что когда переводится слово Яхвэ Тоже на Господи Все буквы большие А когда второе Не все буквы большие Но у нас в нашем русской Библии Не всегда это сохранено Но так евреи сделали Господь И заметите, что когда Бог открылся Своим именем Это не первый раз, когда Он открылся Даже когда Моисея встретился с Господом Бог выразил значение Своего имени Он сказал Я есим, кто я есим Одно из значений Божьего Это имени Господа Это живущий или имеющий Сам в себе Жизнь Не нуждается в посторонном Ком-то, чтобы быть Он есть И получается, что Он вечен Он не нуждается ни в ком Он бесконечен И Он есть, кто Он есть И получается, мы не добавим Мы не уменьшим Мы не украсим Бога Мы не улучшим Его Мы не подскажем ничего Бог вечен Бог бесконечен Бог достаточен Он имеет все, что надо Все, что необходимо И для всех живущих И будущих живущих И для всех зверей и птиц Он все в нем есть В нем обитает вся полнота Я есим Вот сколько времени человек живет на земле Он пытается Бога Какими-то мерками определить Не выходит Потому что Он бесконечен Вечный Ни временем нельзя мерить Его Ни размерами нельзя мерить Его И вообще ничем И получается Все, что надо делать Это Встречаешься с Богом Вот Бог Верю Как Ты есть Не объясняю Тебя Не старайтесь Бога объяснять Примите Его Верите в Него Уповайте на Него Хвалите Его Поклоняйтесь Ему Это то, что от нас Он просит Скажите Амин Но Бог В течение времени Каждый раз Когда Он приходил Когда была какая-то особая нужда Особая сложность В Израиле И Бог Он приходил Говорит Я Господь Как в Исаии Но когда в Израиле У них война И они поражаются Бог приходил Говорит Я Господь Знамя Ваше То есть Я пришел Вам помочь Воевать А вот когда им надо было Когда нужно обеспечение Какое-то Он пришел Он говорит Я Господ Ваш обеспечитель То есть Он пришел Помочь им В нуждах Это то, что говорится Я Есим Кто Я? Есим Когда им нужен был Пастор Он пришел Говорит Я Господ Пастор Твой Но это не значит Когда Он Господь Пастор Что Он в этот момент Не есть Господь Обеспечитель Когда им нужно было Исселение Я Его Варафа Это не значит Что в это время Он не умеет Обеспечить Он всегда Имеет Все Но Он использовал Эти ситуации Чтобы открыть Народу Свои так называемые Заветные имена Которыми Он хотел Чтобы люди знали Чтобы их вера Повысилась Они начали верить Глюбже Больше Сомнения ушли Это вот по какой причине По какой причине Бог Себя Открывал Эти заветные имена Для того Чтобы мы знали Что Он хочет Делать Для людей И одно из этих имен Которые Бога Открывался Которые по моему мнению Является Само широко Выражено В Библии Я не имею ввиду Что Само широко Названо А выражено Когда посмотришь На действия Божьи с людьми Это имя Заветное имя Его Больше всего Видно И не только Видно Но в Иисусе Христе По особенному Выражается Это написано В книге Из Икиилю 48 глава 35 стих Тут речь шла О новом Иерусалиме Который будет В конце И Бог говорит Когда это Иерусалиму Появится И написано Что Всего кругом 18 тысяч А имя Городу С того дня Будет Господ Там Для тех Из вас Которые Хотят Прикидываться Умными Он сказал Егова Шама Но для нас Прости Христиане Господ Там Где там Там где я Там где ты Там где окажется Там где ты проснешься Утром Завтра Там где ты ночуешь Сегодня вечером Там где ты найдешь Работу Там где ты попадешь На экскурсии Там где ты заблудишься В лесу Там где ты будешь В шахте работать Там где выйдешь замуж Там где поженишься Там господ Да И даже когда Обнимаешь Что господ Там Поэтому Замерите Что Присутствие Божие То что Бог Хочет Быть С людьми Он всегда Желал И вот Одно из Самых Из всех Этих Заветных Имен Это было Выражено Последнее Потому что Это то что Оно Как бы Заключительно Все Объемлющее Желание Бога Всегда было Быть с людьми Когда Было Израильский Народ Он так Хотел С ними Общаться Но Вынужден Был Издали Иногда Но Желание Божье Было Мечта У него Всегда И это мы Видим Когда он Создал Адам И Ева Первым Кем он Выразился Господь Там С ними В саду Разговаривает Ходит И потом Произошло Обрыв Отношения И с того Времени Бог Тянулся К тому Как-то На эти Методы Снова Быть с людьми Заметите Что Бог Желает Быть Там Желание Божье Быть Там Мы Можем Все Сидеть Здесь У каждого Своя Нужда Бог Хочет Быть Там На уровень Твоей Нужды Которая Отличается От уровень Нужды Соседки И он Тоже Будет Для Соседки Там На уровень Ее Нужды Господ Там Поэтому Когда Пришел Иисус Христос На землю Одно Из Первых Заданий Которые Бог Хотел Решать Через Иисуса Христа Это Было Господ Там С Человеком И Вот Библия Говорит От Матфея Первая Глава 23 Стих Написано Так И Съед Дева Во чреве Примет И Родит Сына И Нарекут Имя Ему Еммануил Что Значит Бог С Нами Заметите Мечта Бога Получается Ангели Приходят Говорят Слушайте Люди Родиться Сын Через Деву И Главная Его Задача Чтобы Бог Был С Людьми С Нами Со Мною Быть Жазд Общение Жазд Быть Там Где Я Жазд Наполнять Меня Жазд Он Это Его Жажда Искать Присутствие Божие Это Не Труд Который Делается Но Мы Ищем Бога Который Не Имеет Желания Быть С Людьми Точно Так Как Спасение Бог Не Любит Смерть Грешника Оказывается Это Он Хочет Раньше Чем Грешник Покаялся Так И Бог Там Это Бог Хочет Быть Человеком Гораздо Раньше Чем Я Взял Пост Чем Я Попросил Чем Я Помолился У Него Уже Жажда Я Хочу Быть Там Где Генри Так Хочу Хочу И Вот Во Иисусе Христе Открылся Дверь Для Нас Чтобы Господ Был Там И Мне Нравится Как Написано Евангелие От Матфея Написано 28 Глава Это Глава Которую Мы Все Знаем С Вами 28 Глава Написано Так 22 Уча Их Соблюдали Все Что Я Повел Вам И Се Я С Вами Во Все Дни То Есть Я Буду Там С Вами И Марка Об этом Говорит По-другому Но Почти Те же Слова Когда Он Говорил 16 Главы Написано Так Итак И Як Ты Блево И И И И И И Он хочет, чтобы ты знал, Он там. Ты прошел через потери, Он хочет, чтобы ты знал, Он там. Ты прошел через большие повышения, Он тоже хочет, чтобы ты знал, что Он там. Проблема с детьми, проблема с мужем, проблема с женой, проблема с родителями, проблема с соседами, с сотрудниками, с началниками, с подчинениями. Он хочет, чтобы ты знал, Что я там Тебе нужна защита Он там для защиты Тебе нужна исцеление Он там для исцеления Тебе нужны финансовые прорывы Он там для прорыва Тебе нужна ободрение Он там для ободрения Тебе нужна защита Он там для защиты Душой ударю над ей Он там для утешения Господь там для решения всех вопросов жизни но вы заметили господь желает чтобы где бы мы не были он был там с тобою решая любые вопросы любые сложности любое что может прийти в своей жизни бог желает чтобы посреди нас жить в наших домах в наших работах во всем где мы поэтому когда иисус христос пришел на землю имя которые ему дали и мануил означая господь там если вы читаете библию вы увидите про говорится про нового иерусалима дачу это то о чем идет речь и здесь в откровении если новом иерусалима и там говорится так солнце там не будет потому что от сияния его свет будет там слезы не будет там болезни не будет там ничего такого демонического не будет там где господь там все меняется там все становится по другому господь когда он там он господствует он исселяет он благословляет он освобождает он решает те вопросы в которых мы имеем нужды где быть не был надо помнить что господь там и в иисусе христе произошло полное исполнение божьего желания участвовать в жизни людей и быть там где люди поэтому если усказал я есть им дверь я есть им путь я есть им жизнь никто не приходит к отцу как только через меня через иисуса двери открыт дверь в благословение дверь в исцеление дверь в прощение двери в утешение двери в крепости двери в защиту двери в освобождение в чем бы нужда у тебя не было один дверь имя ему иисус через него ты можешь войти и найти пажите и ты можешь найти то в чем тебе надо и поэтому вот библия говорит исход 15 главы это когда иисус кристос еще не пришел в том образе того что они имели тогда 15 главы книга исход когда бог пришел к народе израильскому во первых они были в рабстве в египте они были рабами работали соломы собирали кирпичи готовили их били унижали они не имели никакие права про достоинства уже ни о чем речь они были ниже низкого в египетском обществе вообще не имеют ничего не нол надо было приди на нол и копать вниз чтобы найти израильского народа они в яме они ниже нуля и вот библия говорит когда бог увидели это бог пришел к моисею говорить моисей да я увидел страдания народа моего я пойду освобожу его господь будет там и когда он появится там невозможно чтобы народ остался в рабстве невозможно если бы фараон знал что за плане у бога фараон бы бегом отпустил бы народ уходите пожалуйста служите вашему богу он бы хранил свою страну первенцы бы не погибли лягушки бы не бегали по улицам реки не стали бы кровью понимаете все эти казни не приходили бы как важно вовремя иногда заметить некоторые вещи и не упорствовать как фараон знаете что много проблем избежали бы если бы во время смягчили бы свое сердце и господь сказал мой сей я пойду и ты пойдешь господь там в нашем времени как-никак он очень всегда ищет чтобы кто-то был с ним из людей и вот поэтому говорится 15 глава 21 стих и 22 и и вас это 15 глава книга исход так посмотрю здесь а чуть-чуть выше говорится когда 14 глава 14 глава исход когда народ вышли написано так 22 стих еще 14 главы и вошел в середину между станом египетским и между станом сынов израилевых и был облаком и мраком для одних и освещал ночь для других и не сблизились они друг с друг с другими во всю ночь и там выше если еще читать вы увидите что библия говорит так что ночь присутствие божия шел как стол огненный а днем как облако давайте поизучаем эту всю основку первое когда господь пришел в израиль он избавил израиль от рабства когда бог появляется всегда первое что бог хочет это убрать всякое рабство с твоей жизни он сразу первое на что бог прицелится это рабство сломать с твоей жизни вы знаете как я вам скажу каждый раз когда ты искренне забыл про того 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 просто забыл эмоции твои уравновешенные они не накручены против того того просто нейтральный любишь бога и присутствие божье приходит заметите какие вещи в это время когда ты наполнен присутствие божье начинает терять весь смысл в твоей жизни это бог пытается тебя избавить от рабства каждый из нас нам нужно это божественная встреча когда она меняет твою жизнь библия говорит после всего иисус иисус пошел в город называемый наин с ним шли многие из учеников его и множество народа когда же он приблизился к городским воротам тут выносили умершего единственного сына у матери и она была вдова и много народа шло с ней из города увидев ее господ сжалился над ней и сказал ей не плачь и подойдя прикоснулся к одру не с чьи остановились и он сказал юноша тебе говорю встань мертвый поднявшись сел и стал говорить и отдал его иисусу матери его иисус когда он пришел в город наин библия говорит там вывели умершего когда мы говорим господь там он не приходит в любое время он всегда есть но особенно во время нужды заметьте всегда когда бог себя открывал со своим заветными именами это во время особенной нужды он мог бы прийти вчера или послезавтра и не попасть на этот похорон но он пришел во время он пришел именно тогда когда выводили из города а мог бы на час раньше или на час позже я всегда думал Боже почему ты опоздал а Бог мне говорит Генри почему ты меня обвиняешь в том что я не виновен я не опоздал я во время пришел почему я думал что он опоздал я говорил что он пришел по моей программе а Бог точно как и я не любит не любит жить по программе кого-нибудь понимаете пожалуйста в жизни если Бог не пришел тогда когда вы хотели не обвиняйте его в том что он опоздал Марфа и Мария сделали эту ошибку они не знали они не знали что Иисус о их брате говорил планировал даже с учениками своими обсуждал братом он говорит я пойду воскрешать его Иисус об этом знал и 12 учеников знали что Иисус идет воскрешать Мария и Марфа не знали смотри какие отношения к Иисусу где ты был если бы ты пришел во время мой брат бы не умер но ученики хотели сказать Мария Марфа не обвиняйте у него план но они обвиняли исходя из своих эмоций исходя из пережитого сейчас они не знали глубину Божьего плана и многие из вас вы не знаете глубины Божьего плана поэтому вы начали реагировать исходя из того что пережили переживаете думаете увидите ваши взгляды которые всегда совпадают с Богом и вы начинаете думать что это Бог виновен он не пришел он не ответил он не реагировал на самом деле же он вовремя приходит скажи да амин если бы мы согласились и взяли его программу вместо того чтобы загнать его в нашу программу мы бы жили гораздо мирнее и спокойнее потому что в наш программу он не входит не любит его чужие программы он я есть ему он творец он создаешь свои программы это мы входим и вот когда Иисус пришел эта женщина даже не знала что чудо начинается скоро наш Бог есть Бог сюрпризов я есть Его ваша мама Бог сюрпризов он приходит неожиданно ты уже все похоронил сына я вдова мужа нету сына нету я сама я оставлена навеки и тут сюрприз многие из вас в вашей жизни вы много чего потеряли проблема ваша вы дали подпись на похорон вы решили что все конец а сегодня у меня есть новость для вас Бог говорит я Господь там и я сегодня принесу тебе сюрприз сюрприз если вы желаете послужить своими финансами для трансляции программ «Голос Победы» перечислите любую сумму на счет, который видите сейчас на экране и весть Евангелия будет распространяться по всему миру и через вас лично христианская церковь «Победа» приглашает всех желающих на богослужения, которые проходят в воскресенье в 10 и в 14 часов, а также в среду в 19 часов. Ожидаем вас по адресу Киев, улица Малинская, 16, недалеко от станции метро «Академгородок». Пишите нам по адресу 01001 город Киев, абонентский ящик 53 Если вы нуждаетесь в молитвенной поддержке, звоните на «Линию жизни» плюс 380 44 501 69 36 Продолжение следует... Продолжение следует...